Здравствуйте, друзья, меня зовут Виктория, я художник, и вы на моем арт-канале. Хотела снять видео, подвести небольшие итоги. 6 марта был ровно год, как мы сели сначала на электричку, потом на поезд, потом машина, потом поезд, электричка. В общем, да, долгий был путь, когда начались военные действия в Украине, да, и мы сели и уехали от войны. И прошел ровно год с этого момента, и мы находимся сейчас с дочкой в Стамбуле. И нельзя сказать, что мы адаптировались, абсолютно нет. Я сначала думала, что мне нравится эта страна, и мне легко будет здесь находиться. На самом деле, находиться мне действительно здесь хорошо, чисто физиологически и морально. Но если брать бытовые моменты, даже не бытовые, финансовые моменты, и документами, то все, все не совсем, все легко и просто. Ну и, конечно, языковая история тоже влияет на то, что тяжело адаптироваться здесь. Но мне нравится, мне нравится этот город. И наличие здесь моря, оно, конечно, упрощает жизнь здесь, мне лично, поскольку я очень люблю море. И за это время мы сменили две страны проживания. Мы, я даже не знаю, сколько мест жилья за это время мы сменили. И да, мы здесь официально находимся, как беженцы из Украины. У нас есть местные документы. Мы можем здесь находиться по неофициальным, нет, по официальным данным год с того момента, как мы оформили международную защиту. По неофициальным данным, вроде бы как до конца войны, пока неизвестно. Год еще не прошел, как мы оформили документы, поэтому пока находимся здесь. И также из-за того, что страна не помогает беженцам из Украины, то приходится самим оплачивать, искать свое жилье, еду и искать работу. Мы, кстати, можем только, ну я говорила в предыдущем видео, искать работу мы можем только после 6 месяцев с момента оформления статуса международной защиты. А это как раз будет где-то через месяц, да, в апреле месяце будет ровно полгода, как мы находимся именно вот с этим статусом здесь. И, ну, будем смотреть. Я сейчас записалась на курсы онлайн турецкого языка. Вот, надеюсь, что это пойдет быстрее обучение. Есть какая-то мотивация, потому что по окончанию дают сертификат и будет экзамен. Поэтому хочется и навык свой улучшить, а также, ну, конечно, и получить какой-то документ о том, что ты прошел какой-то курс. Эти курсы организовывает местная Америя Стамбула. Вот они бесплатны для украинцев. И проводит их турецкая учительница, которая знает только турецкий и английский. Поэтому первых два урока, вот, я уже прошла, это был, конечно, взрыв мозга, потому что ты абсолютно ничего не понимаешь. Мы идем не по правилам, мы просто общаемся, да, сразу с ходу, вот, с первого урока мы начинаем рассказывать о себе на турецком языке. Это было интересно. Еще пару слов про 8 марта. Здесь его совершенно не отмечают. Здесь, где он, это обычный день. В течение дня, вот, не увидели вообще женщин с цветами, ни мужчин с цветами пару раз. Ну, в общем, кто-то нес цветы, и все. Здесь это обычный день. Конечно, девушки и женщины выходят на одну из главных улиц в Токсиме и проходят, ну, такое шествие, да, у них с призывом защиты прав женщин. Вот так вот. Так что у них этот день считается, как бы, днем защиты прав женщин. Сегодня мы ехали в метро, и вот эта остановка в метро Шишане после Токсима, она была закрыта. То есть мы ее просто проехали. По той причине, чтобы люди, ну, женщины не выходили, не устраивали беспорядку. Вот так вот, странно звучит. Женщины и беспорядки. Насколько я знаю, и в прошлом, и позапрошлом году, по разным причинам, в шествии такое было запрещено. Как в этом году оно состоялось или нет, я не знаю. Думала туда съездить, снять, посмотреть своими все глазами, но выбор стоял между вот этим морем и улицей Стекляль. Я выбрала море. Вот подумала, что сейчас мне это более важно. Мне бороться не за что. Я не чувствую, что мои права как-то ущемляются, как женщины. Хотя, может, я просто этого не замечаю. Для меня сейчас больше... Хотя среди художников все-таки мужчин больше художников. Я вот так сейчас подумала. Может быть, действительно есть какая-то дискриминация в этом. Но мое внимание сейчас заточено на то, что я должна просто реализовывать себя. И если ты держишь мысль, что вот ты, душа, пришла сюда, у тебя возникают какие-то идеи, и ты их хочешь реализовывать, какая разница, в каком ты теле находишься. Я не знаю, Бог помогает каждому, я думаю, кто идет по своему пути. Так что вот как-то так. Буду заканчивать всех. Вообще про 8 марта еще пару слов. Так как я родилась в советское время, и нас учили, что вот этот день, в году, это твой праздник. Мы все его ждали, женщины, ждали подарков, сами искали подарков. Подарки для того, чтобы подарить мамам, близким и так далее. Это был праздник, который сопровождался цветами, конфетами, шампанскими, каким-то хорошим светлым настроением. И такое вот начало весны. А сейчас есть ощущение того, что это обычный день, обычный день. И просто в этот день можно вспомнить о том, что надо радовать себя каждый день. И это лишнее напоминание о том, что делаешь ли ты так. Радуешься ли ты каждый день в своей жизни, радуешь ли ты себя, делаешь ли ты что-то для себя. И если нет, то стоит заняться. Может быть, начать именно с 8 марта, заботиться о себе. Всем спасибо за просмотр, буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, я делюсь своей жизнью. Творческой жизнью, публикую полезности для художников, для тех, кто хочет реализовывать свои работы онлайн. Через сайты, маркетплейсы. Ну и просто рассказываю о своей жизни в Стамбуре, пока я здесь нахожусь. И увидимся, всем хорошего дня, пока-пока.